Я не хотела больше жить. Меган Маркл созналась в желании совершить суицид. Меган Маркл, которая ждет появления девочки, призналась, что хотела причинить себе вред, так как жизнь во дворце была для нее очень тяжелой. Об этом она рассказала в большом интервью о Преу Инфри, пишет Ройтерс. По словам жены принца Гарри, она задумывалась о том, чтобы причинить вред своему телу или даже совершить самоубийство после того, как попросив помощи о родных, не получила ее. Герцогиня была крайне несчастной, когда жила в британской королевской семье. Я просто не хотела больше жить. И это была очень ясная, реальная и ужасающая постоянная мысль. Было стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это, самоубийство. Рэд. Помню, как он просто прижал меня к себе, признается Меган. Не обошлось и без российских выходок со стороны членов королевской семьи. Меган говорит, что кое-кто во время первой беременности выражал беспокойство по поводу цвета кожи будущего ребенка. Повергло ее в шок и заявление со стороны семьи Гарри, что их сын Арчи не станет принцем и не получит личную охрану, хотя это и было нарушением протокола. Но Маркл не стала признаваться, кто именно в семье был источником таких разговоров и инициатив. Напомним, что герцог и герцогиня Сосекские покинули Великобританию в ноябре 2019. Некоторое время они жили на острове Ванкувер в Канаде. А в марте после полного сложения обязанностей перебрались на родину Меган, США. С лета 2020 Меган и Гарри живут в роскошном особняке в Калифорнии. Ранее мы писали, что Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля, из-за которой он отрекся от британского престола.